Облегчить труд под силу Титану. Устал на грядках, нет сил. А сосед счастлив, ведь на него работает Титан. На даче белья накопилось, придется вручную стирать. А сосед отдыхает, у него стиральная машина от Титана. Перекусить бы, вот незадача. А сосед сытый, у него холодильник из Титана. Опять матч пропущу, посмотреть негде. А сосед довольный, у него телевизор от Титана. Иди не к соседу. Для всех и каждого компания Титан. Бывший замглавы Оречевского района Ирина Николаюк предстанет перед судом за мошенничество в особо крупном размере. За время, проведенное в должности, женщина провела преступные схемы, причинив ущерб на сумму более 11 миллионов рублей. Подробнее об этом происшествии, а также другие наиболее важные за неделю в нашей рубрике «Сводка». Будучи в должности замглавы Оречевского района, Ирина Николаюк провернула несколько преступных схем. В 2015 году администрация Оречевского района заключила контракт на ремонт дороги в Левенцах. Подрядчик подготовил территорию и демонтировал 308 железобетонных плит. Николаюк убедила главу Оречевского района, своего начальника, что плиты непригодны, и их нужно утилизировать. Сама же сговорилась со своим приятелем Геннадием Юртайкиным о вывозе плит и их продаже. Вступив в преступный сговор со своим знакомым, обвиняемая фактически похитила данные железобетонные плиты. В последующем они их реализовали с перечинением органов муниципалитета материального ущерба в особо крупном размере на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. Второй случай также произошел в 2015 году. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья, Ирина Николаюк ввела в эксплуатацию дом в Стрижах по улице Советской, зная, что он не соответствует нормам. Она подделала все необходимые документы, а людей заселили в непригодные для жилья квартиры. Ущерб области составил почти 10 миллионов рублей. На тот момент дом не был пригоден для проживания граждан. Тем не менее, обвиняемая дала указание подчиненным сотрудникам выдать строительной компании разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В целом, бывшая замглавы Оречевского района причинила ущерб на сумму свыше 11 миллионов рублей. В отношении Ирины Николаюк, а также ее подельника Геннадия Юртайкина возбуждены уголовные дела. Сейчас они направлены в суд. 1 сентября в Кирово-Чепецке трехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Известно, что мама ушла в магазин и оставила двоих маленьких сыновей с дедушкой. В это время один из мальчиков залез на подоконник. По предварительным данным, трехлетний мальчик, играя на подоконнике, выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. После падения он был госпитализированный с травмами головы и тела. В настоящее время находится в больнице. По факту происшествия, следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение. Гоп-стоп по-чепецки перерос в нечто более серьезное. Оказалось, что в тот же день, 11 апреля, после того, как подростки 16 и 18 лет избили прохожего с тростью и брызнули ему в лицо баллончиком, они же побили 14-летних мальчиков и тоже распылили аэрозоль им в лицо. Также оказалось, что самый старший из компании малолетних хулиганов, 18-летний юноша, вступил в интимную связь с несовершеннолетней, 16-летней девочкой. Кроме того, он попался на хранение наркотиков. Вес зелья составил почти полтора грамма, что является крупным размером. По двум этим фактам возбуждены новые уголовные дела, плюсом к предыдущим. Следствие продолжается. 18-летнего юношу арестовали, а его 16-летнего приятеля посадили под домашний арест. В среду, 5 сентября, вечером полиция цепила вокзал Котельничей, прилегающую территорию из-за угрозы теракта. Пьяный мужчина позвонил в экстренные службы и сообщил, что якобы на одном из проходящих поездов находится бомба. В итоге сотрудникам правоохранительных органов пришлось досматривать все составы, проходящие через станцию. Злоумышленник попался полиции. Он признался, что так хотел задержать электричку, чтобы на нее успеть. Возбуждено уголовное дело. Алина Котрихова, Место происшествия.